Спасибо большое за приглашение выступить на очень интересной нам конференции Мы физики и химики, которые работают для медицины И сегодня я хотел бы рассказать вам о объектах, которые нам интересны Это экзосомы, циркулирующие раковые клетки Я хотел бы рассказать о микроскопии высокого разрешения для визуализации, экзосом Также о методах выделения, основанных на использовании магнитного и акустического пинцетов для экзосом И для детекции экзосом об использовании фотоакустической проточной цитометрии Которая в принципе комбинируется с флуоресцентной проточной цитометрией Здесь мы видим объекты, которые экзосомы и циркулирующие раковые клетки Которые могут быть использованы для диагностирования, для сопровождения лечения И здесь видите, что с точки зрения оптики критичным является размер экзосом Около 100 нанометров, 30-100 нанометров Это означает, что мы не можем использовать традиционную оптическую микроскопию для их визуализации Но в настоящее время разработаны методы ультравысокого микроскопии с ультравысоким разрешением И в 2014 году получена учеными Нобелевская премия в области химии за разработку данных методов Так вот, данный слайд показывает, здесь приведены результаты просветящей электронной микроскопии Экзосомы двухклеточных линий А здесь мы видим лизосому клетки и внутри экзосому СКБР-3 Видите, она красным цветом помечена, лизосома зелёным флуоресцентом То есть мы видим, что в отличие от просветящей электронной микроскопии Мы можем анализировать и смотреть за поведением биологических объектов В дружеской им среде Но следующей проблемой является проблема высокоэффективного выделения экзосомы Мы прослушали доклады, где как раз смотрели целый список методов, которые можно для этого использовать Но физические методы также интересны И несмотря на то, что в настоящее время перечисленные методы комбинируются с микрофлидикой И совершенно правильно отметили, что главным недостатком микрофлидики является низкая эффективность Но тем не менее, мы выбрали в настоящее время для рассмотрения акустический пинцет и магнитный пинцет Магнитные пинцеты комбинируются с микрофлидикой, как вы видите И далее в нашей лаборатории был разработан метод, который позволяет нам делать бицы магнитные с регулируемой фракцией наночастиц магнитита Причем делается это методом адсорбции индуцированной кристаллизации растворителя И мы здесь порционно можем добавлять наночастицы магнитита Что это нам дает? Здесь вы видите зависимость пропускания в квете от времени И если мы традиционными способами адсорбируем наночастицы набицы магнитита, то вы видите время характерное И если мы это делаем с помощью замораживания и размораживания, то это времена очень короткие И следующее видео можно запустить И на следующем видео вы можете видеть, с какой скоростью передвигаются частицы Причем это скорость передвижения всего с одной асорбцией наночастиц И это не в случае заморозки В случае заморозки это все происходит гораздо быстрее Здесь вот сейчас перенут на другую сторону И скорость существенно увеличится за счет того, что при первом ходе там образуются агрегаты Так вот, следующий метод очень интересный Это метод оптической, извините, акустического пинцета Сейчас видите такое видео, где, причем там несколько есть реализаций физических этого явления То есть видите, что можно удерживать частицы, это в макромасштабе Соответственно, существует вариант, так сказать, реализации этого в микромасштабе И слайд, который вы уже видели, в чем прелесть этой системы Что вы цельную кровь добавляете, идет выделение клеток крови И потом идет разделение микровизикулы экзосом Причем коллеги тестировали это на соответствующих бицах диаметром 6 и примерно микрон То есть это все функционирует достаточно хорошо Вот этот канал как раз экзосомальный И также коллеги протестировали с кровью То есть вот этот канал для как раз выхода экзосома Еще одним методом детекции является метод оптоакустической проточной цветометрии Он основан на явлении поглощения светом излучения И в данном случае данный объект является источником ультразвука Который детектируется микрофоном С помощью данного метода наши коллабораторы и коллеги разработали метод проточной цитометрии инвива То есть вам не нужно забирать кровь Вы обучаете сосуд и собираете сигнал К сожалению, ограничение данного метода Что объект, который вы детектируете, должен поглощать свет при данной длине волны И в данном случае эта методика работает на меланомных клетках В настоящее время которые содержат краситель соответствующий меланин Коллегами создан прототип клинический И вот буквально 12 июня опубликована работа Как раз результаты клинических исследований пилотных По детектированию экзосом Очень интересная работа Этими же авторами выпущена Что инвива, это результат приклинических исследований Можно детектировать соответственно экзосомальные частицы Здесь они тоже содержат как краситель меланин И понятно, что если вы сделаете эффективную фотоакустическую метку Вы тоже можете детектировать уже объект вашего интереса Инвива с помощью данного метода Я перехожу к выводам Таким образом мы можем использовать современные подходы Для визуализации экзосом Для выделения и для детекции экзосом Я хотел бы поблагодарить своих коллег И пожалуйста, вопросы Спасибо большое У меня вопрос Когда вы демонстрировали как магнитные частицы Вы приближали к краю кювета И магнитные частицы начинали двигаться Дело в том, что у магнитных частиц бывает два вида Одни магнитные частицы Это те частицы, у которых есть собственный магнитный момент А другие магнитные частицы Которые, между прочим, очень часто используются Как биологические маркеры Это частицы, у которых под действием магнитного поля Образуется магнитный момент Наводится Так вот Мне приходилось контачить с людьми Которые работают с этими частицами Они мне демонстрировали Я физик Я говорю, ну вот эти частицы Они не будут у вас двигаться в магнитном поле однородном А только если сильно не однородном Они говорят, да нет, двигаются Берется кювета Представляется магнит Они прекрасно двигаются Говорят, вот видишь Ну, конечно, очень быстро выяснилось Что причина движения Было совсем не магнитное поле А конвекция Дело в том, что магнит Это кусок металла Он имеет какую-то температуру Когда вы приблизили его к кювете То, соответственно, тут же изменили Температуру стенки кювета У вас пошла конвекция Они начали двигаться То есть я хочу сказать Что когда работаешь с магнитными частицами В жидкости Надо очень Тем более наночастицами Надо очень осторожно Потому что Избежать конвекции очень тяжело А движение частиц Будет обусловлено Больше конвекции Чем магнитное поле Спасибо большое за комментарий Но в данном конкретном случае Там использовался постоянный магнит И здесь неоднородное поле Было по определению Но по экспоненции спадает Там, конечно, и градиент Магнитного поля Но используя суперпарамагнитные частицы Магнитные частицы Да, но Нет, я вам скажу Какая здесь неоднородность Здесь неоднородность В данном конкретном случае 20 мили Тесла на сантиметр Но здесь не может быть нагрева Постоянного магнита Вы сами понимаете Это не электромагнит Постоянного нагрева Потому что не нужно Неоднократно Ну это секунды Это секунды Да, да, да Юрий Григорьевич, можно я перерыву? Потому что никто не понимает О чем вы говорите, по-моему Спасибо большое Еще вопросы есть? Да Про то, как физически Это процесс выглядит То есть у вас Почему идет разделение микровизикл? То есть у вас эти микрочастицы Чем-то модифицированы? Нет, в данном случае Это ядра Которые могут быть использованы Дальше для разделения визикул И здесь, соответственно Обработка антителами И дальше адсорбция И выделение Понятно, понятно То есть это все равно Потом еще какой-то дополнительный Да, конечно Это только основа Которую можно использовать Просто она чем-то хороша Что вы регулируете концентрацию Наночастиц магнетита От них зависит От них зависит, соответственно Магнитный момент Скорость передвижения в поле Еще я немножко неправильно Ответил на вопрос Юрия Григорьевича Магнитный момент у них есть По определению Но у них нет Остаточной магниченности То есть когда я поле убираю У них Остаточной магниченности отсутствует А может это еще один глупый вопрос? Да Я не физик А вот вы показываете Движения частиц, да? Да И они движутся в магнитном поле В принципе все понятно Поле сильное Силы больше Да, там магнитная частица движется А есть какая-нибудь зависимость От концентрации В принципе От концентрации От концентрации магнитных частиц Да Совсем-совсем мало Есть Вот смотрите Вот как раз Вот эта кювета В чем смысл? У вас есть источник света Есть приемник Есть магнит Который притягивает частицы к стенке Когда нет магнитного поля То у вас рассеивает и поглощает среда То есть соответственно пропускание у вас небольшое Потом когда я прикладываю магнитное поле Это вот за вот это время У нас стопроцентное пропускание Что это означает? Что все к стенке И естественно мы посмотрели от времени То есть вот если мы с помощью Вот они в более увеличенном Вот эта часть в более увеличенном варианте То есть вот это вот Соответственно 7 загрузок Три загрузки Один это как раз концентрация Наночастиц магнитита На одну частицу И мы вот это 7 Это соответствует 30% весовым И это можем регулировать То есть от 1% дальше До 30% весовых Регулируя скоростью Количество раз Которые вы замораживаете совместно Матрицу и сами наночстицы То есть это очень хорошо регулируется А еще меньше можно? Еще меньше чего? Меньше 1%? Да Конечно можно То есть в меньшую сторону Уменьшать не проблема Это можно делать уже Нашими классическими методами Когда вы носите полимер Допустим И соответственно Наночтицы на него Абсорбции То есть меньше регулировать Там было всегда легко В большую сторону Тяжело чтобы увеличить Просто в принципе Экзосом-то не так много И поэтому там-то Наверное количество Должно быть маленьким В конкретном Концентрация самих биццев Она регулируется легко И концентрация наночтиц на бицце То же самое Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok